10.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Вот главная тема дня. Карантин во Франции, общенациональный локдаун в Австрии и внедрение зеленых паспортов в Грузии. Как мир защищается от омикрона? Авиабомба времен Второй мировой войны взорвалась в Мюнхене. Есть пострадавшие. Кубок Дэвиса. Казахстанские теннисисты сыграли в четвертьфинале с сербами. Обзор матчей и другие новости спорта в традиционном дайджесте. Во Всемирной организации здравоохранения еще раз заявили, что полный запрет на международные поездки не остановит распространение штамма омикрон. Специалисты ВОЗ уверены, невозможно загерметизировать страну или регион так, чтобы вирус не просочился. Они призвали продолжать скрининг пассажиров на границах, включая ПЦР-тестирование и карантин. В Женеве отметили, вводимые ограничения лишь негативно сказываются на глобальных усилиях в борьбе с пандемией. Так, из-за отмены рейсов, которые многие государства ввели в отношении ЮАР, ученые несколько дней не могли доставить в Европу образцы нового штамма для исследования. В этих запретах есть противоречия. Мы уже видели их раньше, когда запрещаются полеты для всех, кроме местных граждан. С эпидемиологической точки зрения мне сложно понять такой подход, потому что вирус не знает ни о вашем гражданстве, ни о вашей национальности. Следовательно, в этом есть противоречия. Поэтому мы призываем применять научные принципы для выбора мер, который используется для контроля распространения заболевания. Тем не менее, страны продолжают закрываться от омикрона. Частичный или полный запрет полетов действует уже в почти 30 государствах. С завтрашнего дня Казахстан приостановит авиасообщение с Египтом. По данным ВОЗ, новую мутацию на сегодняшний день обнаружили в 23 странах. Между тем, первым компонентом вакцины Pfizer в Казахстане провакцинировано уже почти 100 тысяч человек. Большая часть 78 тысяч – это подростки. Остальные – беременные и кормящие женщины. Вместе с тем в мире сделали более 8 миллиардов прививок от COVID-19. На первых местах – Китай, Индия и США. Компания по иммунизации набирает обороты в Австрии. Через день после того, как власти продлили общенациональный локдаун, до середины декабря родители вместе с детьми начали активно занимать очереди в пунктах вакцинации. От коронавируса в стране прививают детей в возрасте от 5 до 11 лет. К применению разрешен препарат компании Pfizer, причем вводится треть взрослой дозы. Мы с женой уже вакцинировались. Если подхватим COVID-19, то надеюсь, это будет в легкой форме. Каждый раз, когда мы куда-то ходили и брали с собой нашу дочь, мы вдвоем чувствовали себя в безопасности, но переживали за нее. Поэтому, как только появилась возможность, решили привить ребенка. А вот на Кубе модифицируют отечественную вакцину под новый штамм коронавируса Omicron. Ученые приступили к необходимым исследованиям. Кубинские специалисты говорят, что существующие препараты способны противостоять новой мутации. Однако, насколько эта защита эффективна, пока неизвестно. Сейчас во Францию. Там уровень заболеваемости достиг 50 тысяч случаев в сутки. Стремительное ухудшение санитарной обстановки и появление Omicron привело к введению новых ограничений. Власти страны решили ввести новую категорию в свой классификатор стран. Темно-красную. В нее попали 10 государств африканского континента, где были обнаружены носители нового варианта вируса. Из этой зоны во Францию могут попасть только граждане страны и дипломаты с обязательным двойным тестированием и карантином. Усиленные контроли для всех туристов, кто приезжает из-за пределов ЕС. Несмотря на статус вакцинации, тест придется сдавать всем. Причем срок действия его сокращен до двух суток. В самой же Франции вариант Omicron выявлен только на островной части страны. Уровень заболеваемости коронавирусом достиг весенних показателей, когда в стране был введен очередной локдаун. Нагрузка на систему здравоохранения увеличилась. В некоторых больницах объявили так называемый «белый план» мобилизации всего персонала. Но вместе с тем моделирование ситуации показало, что ревакцинация способна все-таки уменьшить число госпитализаций примерно в два раза. Поэтому в стране вновь открываются вакцинодромы. Санитарная ситуация ухудшается очень быстро на всей территории страны. Беспокоит рост случаев заболевания, выявленных во Франции. Но у нас есть большое преимущество – большая доля вакцинированного населения. И также есть надежда на успех и ускорение кампаний по ревакцинированию. Грузия, по примеру многих стран, ввела зеленые паспорта. В стране, где полностью вакцинировано чуть более 30% населения, сейчас довольно сложная эпидемиологическая обстановка. Ежедневно ковид выявляется у 5000 человек. Умирает до 70 пациентов за сутки. Власти давно хотели создать зеленые безопасные зоны. И вот теперь в Грузии вступили в силу новые правила, рассказывает Юлия Тужилкина. Ключ! Я главняющий королевский министр! Ключ! И появляется и тут королевский экипажей. Ключ! Теперь ключ от всех дверей в общественные места Грузии – это зеленый паспорт. Получить его бумажную версию со штрих-кодом можно в домах юстиции, а электронную скачав приложение на свой телефон. Документ вступил в силу с 1 декабря. Кинотеатры, театры, музеи, фитнес-испа-центры, отели и объекты питания, а также канатные дороги на зимних курортах теперь будут работать по-новому. Но параллельно с этим правительство увеличило количество присутствующих на спектаклях в учреждениях культуры и разрешило круглосуточно работать рестораном. Большинство ресторанов поддерживают создание зеленой зоны, но некоторые владельцы против, так как считают это нарушением прав человека. На мой взгляд, это один из удачных способов поддержания безопасности, благодаря которому можно исправить ситуацию с ковидом, так как сейчас мы все ходим по кругу. К сожалению, только 34% населения страны привиты. И в связи с этим на первом этапе посетителей у нас будет меньше, особенно в регионах, так как там мало вакцинированных. А при отсутствии в общественных местах у гостей зеленого паспорта выпишут штраф. Причем не посетителю, а учреждению. От 600 до 3000 долларов. После повторного нарушения объект опечатают. Ну а жители Грузии, понимая, что пятая волна пандемии никак не идет на спад, довольно лояльны к новым правилам. Общественные места приходится, конечно, посещать. Насчет зеленых паспортов немножко трудно сказать, должны они бить или нет. Но то, что вакцинацию должны делать все, вот это точно. Абсолютно все должны сделать вакцинацию, иначе с коронавирусом борьба никогда не закончится. Зеленый паспорт получит вакцинированные дважды, либо переболевшие спустя 14 дней после официального подтверждения коронавируса и выздоровления. Зеленый статус может быть и краткосрочным, трехдневным после отрицательного ПЦР-теста и суточным после теста на антитела. Я очень социальный человек. Несмотря на то, что сейчас происходит в Грузии, очень многие не согласны. Мне кажется, в 21 веке надо идти вперед и думать о будущем. Примечательно, что в Грузии будет целых два ковид-паспорта. Внутренний, зеленый, бессрочный и внешний для путешествий за границу сроком на полгода. Ну а всем, у кого нет внутренних паспортов, в стране теперь доступен только общественный транспорт и магазины. Юлия Тужилкина, Шалва, Сура Милашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. Вы смотрите утренний выпуск новостей. С вами Арстан Балтина. Мы работаем в прямом эфире. Мощный взрыв прогремел возле железнодорожной станции в Мюнхене. На строительной площадке сдетонировала 250-килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны. Ее осколки разлетелись на несколько сотен метров. Четыре человека получили ранения. Находившийся в земле боеприпас задели ковшом экскаватора. На место происшествия прибыли саперы и полиция. Движение поездов временно приостановлено. Отмечу, во время войны на немецкие города было сброшено полтора миллиона бомб и по приблизительным оценкам 15 процентов из них так и не взорвались. Побег по-мексикански. Девять заключенных сбежали из тюрьмы в мексиканском штате Идальго. В этом им помогла группа вооруженных сообщников. Преступники ворвались в колонию и устроили стрельбу. В результате двое полицейских получили ранения. Затем, чтобы отвлечь внимание охраны, рядом со зданием тюрьмы были взорваны два заминированных автомобиля. Сбежавших ищет полиция. К поискам подключены солдаты национальной гвардии. Я проснулся из-за сильного грохота. Примерно в 4 утра была ожесточенная стрельба, сопровождаемая взрывами. Перестрелка длилась около часа. Австрийский хирург по ошибке ампутировала не ту ногу. За халатность врача штрафовали почти на 3000 евро. Это около полутора миллиона тенге. Инцидент произошел в одной из больниц города Фрайштадт. 82-летнему мужчине должны были ампутировать левую ногу. Однако хирург пометила другую конечность и провела операцию. А грубые ошибки узнали только через два дня во время перевязки. Руководство медучреждения принесло свои извинения, назвав случившиеся стечением обстоятельств. Позже врач был переведен в другую больницу, а сам пациент скончался. Единый номер экстренных служб 112 уже несколько лет работает в Казалардинской области. Он объединяет колл-центры полиции и скорой помощи. Вот только сотрудников не отложки. Подобное новшество не устраивает. Они говорят, операторы 112 не совсем компетентны в медицинских вопросах, из-за чего при вызовах часто возникает путаница. Работа диспетчера 103 не менее важна, чем работа медиков. Ведь когда счет идет на секунды, именно от него зависит, насколько оперативно к больному приедут фельдшеры. Бывает, диспетчер сам может проконсультировать по поводу первичной помощи. Но такая возможность практически исчезла с тех пор, как запустили единый номер экстренных служб. Диспетчеры новой службы не всегда правильно записывают данные. Иногда оказывается, то указан не тот адрес, номер или возраст тех, кто обратился за помощью. Я против единого номера 112. Диспетчеры, которые принимают звонки, по нему некомпетентны в медицинских вопросах. Они не учились четыре года по этой специальности, как мы. Диспетчеры, которые работают в единой службе 112, люди, в основном работающие в самых разных сферах и вышедшие на пенсию. Среди них есть и те, кто был водителем скорой помощи. Небольшой опыт и некомпетентность новых диспетчеров сказывается на качестве работы неотложной помощи, говорят медики. Из-за этого фельдшеры нередко приезжают не на тот адрес. Так как в таких случаях цена ошибки, обычно здоровье или даже жизнь, работники скорой просят закрепить за ними исключительно номер 103. Однако с медработниками в центре экстренного реагирования не согласны. По словам специалистов, из 36 диспетчеров номера 112, 90% имеют медицинское образование. С начала года наши диспетчеры не допустили ни одной существенной ошибки. Есть специальные требования, установленные Министерством труда и социальной защиты. В соответствии с ними мы и принимали на работу диспетчеров. Кроме того, в будущем мы планируем повышать их квалификацию. Единый номер 112, который объединяет все экстренные службы, включая пожарную и аварийную, газовую, в Казлардинской области запустили в 2018 году в качестве пилотного проекта. В планах внедрить аналогичный колл-центр по всей стране. Рауль Гавитов, Нурлан Жакбеков, Аль-Хайдар Турлуханов, Хабар-24, Казларда. Сколько зарабатывают IT-специалисты в Казахстане? К примеру, доход системных инженеров в месяц превышает миллион тенге, и это далеко не предел. А размер оклада в сфере цифровых технологий зависит от квалификации. Камила Тастанбекова узнавала подробности. Разрабатывать программу где-нибудь в Искаменогорске для компании, расположенной в Соединенных Штатах. Для квалифицированного IT-специалиста в Казахстане это уже далеко не мечта. В сфере технологий пандемия стерла все границы на рынке труда. IT-ресурсы Казахстана стали доступны международным организациям через удаленную работу. То есть у нас сейчас очень много возможностей для IT-шников работать как на большие технологичные западные компании, так и на компании, для которых IT это не профильная деятельность, но они нанимают людей удаленно. Охота на IT-шников идет и внутри страны. По данным Headhunter, число вакансий на сайте увеличилось почти на 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Высокий спрос на специалистов подтверждают и в Центре развития трудовых ресурсов. Этот спрос будет только расти со временем, потому что мы видим, что опять же, возвращаясь к трендам, это цифровизация, это опять же удаленная работа. Сейчас на бирже труда более тысячи вакансий для специалистов из IT-отрасли. Это разработчики, аналитики программного обеспечения, специалисты по базам и сетям данных, системные администраторы. Доходы в IT в этом году по подсчетам Headhunter выросли на 15 процентов. Аналитики сервиса отмечают, что работодатели и специалисты поменялись местами. Отныне компаний вынуждены подстраиваться под условия разработчиков. В штат они пытаются заманить их зарплатой. На электронной бирже труда самый высокий оклад предлагают системному инженеру. Миллион сто тысяч тенге в месяц. Фронт-энд разработчику готовы платить за работу от 700 тысяч. Уже меньше программисту приложений. Полмиллиона тенге предлагают аналитику баз данных и 300 тысяч веб-разработчику. На фрилансе можно зарабатывать так же, как и в найме, либо же можно зарабатывать больше. Когда он работает на себя, это уже полностью зависит от самого разработчика, айтишника, так скажем, от его желания работать. То есть он может уделять работе как час в день, так и 20 часов. Чтобы добиться успеха в айти, только технических знаний недостаточно. Нужно постоянно держать руку на пульсе, ведь с каждым днем цифра охватывает все больше сфер. Рынок сегодня обязывает разработчиков и программистов обладать так называемыми мягкими навыками и умением пользоваться инструментами маркетинга. Камила Тастамбекова, Марат Дихамбаев, Хабар 24. Мы продолжаем. Тель-Авив по ценам обошел Париж и Гонконг и в 2021 году стал самым дорогим городом для жизни в мире. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования журнала The Economist. Это объясняется стабильностью израильской валюты шекеля по отношению к доллару и такими факторами мировой конъюнктуры, как ускорившаяся за год инфляция. Специалисты отмечают, что измеренный ими рост цен оказался самым стремительным за последние пять лет и составил 3,5%. Самым дешевым городом назван, как и в прошлом году, сирийский Дамаск. Климатическое будущее мегаполисов обсуждают в Париже. По прогнозам межправительственной группы экспертов, к 2050 году число городских жителей на планете увеличится на 3 миллиарда и составит таким образом две трети всего человечества. Как в условиях перенаселения и ухудшающегося климата организовать пригодную для жизни среду, об этом говорят ученые и мэры. По статистике в городах 70 процентов населения съезжается на рабочий день на 10 процентов территории. Большинство зданий, в том числе жилые, используются лишь частично. Выход исследователи видят в организации 15-минутного города, чтобы сады школы, работа и все необходимое находилось не дальше четверти часа езды от дома. И ставшая массовой в период пандемии дистанционная работа в будущем должна стать постоянной практикой, считают ученые. Изменения должны коснуться и способов передвижения. Больше половины выбросов от транспорта приходятся на личные автомобили, место которых в перенаселенных каменных джунглях будет стремительно сокращаться. Вот это важно! Города стоят в первом ряду по необходимости адаптации, потому что они более уязвимы, чем некоторые территории. Нулевые выбросы – это не просто вызов. Это необходимость адаптировать города к периодам экстремальной жары или рискам наводнений. В основе всего этого должна стоять борьба с глобальным потеплением. Пандемия COVID-19 привела нас к образу жизни, когда доступным стало только то, что находится рядом. И особенно мы поняли, что можно работать иначе, чем мы работали на протяжении последнего века. То есть поднимались утром и ехали на работу. Кто не знал, в Китае существует культ еды. Жители Поднебесной уделяют питанию большое внимание. Например, при встрече человек может спросить знакомого «Ты поел?» И это не означает приглашение на обед, а всего лишь приветствие. Вместе с политикой открытости в страну пришла и кухня различных стран. Одним из ресторанов в самом центре китайской столицы владеет и наш соотечественник. Каждый день до лета можно найти на его рабочем месте. Парень из Казахстана стал совладельцем ресторана в самом центре китайской столицы. Говорит, что в работе ему помогают воспитания, данные родителями, а также казахское гостеприимство. Работать приходится много. Этого требует высокая конкуренция. Но усилия дают результат. В прошлом году его заведение выиграло титул «Лучшие бургеры Пекина». Мы очень были рады. Мы очень много к этому шли. Это было тяжело, потому что это был первый год, когда был ковид. И не все выжили. Но нам повезло. Стало намного больше клиентов. Мы стали знамениты в Пекине. Нас все знают. И для нас специально приезжают из других частей Пекина. После окончания школы судьба привела до лета в дипломатическую академию в Пекине. Казахстанец планировал связать свою жизнь с государственной службой, но после с головой ушел в бизнес. Молодой человек вспоминает все сложности, с которыми пришлось столкнуться в прошлом году во время вспышки в Китае. Общепиты закрывались. Выжить помогла только услуга доставки еды. Эпидемия изменила и правила управления рестораном. Мы сразу все привились. Это обязательно. У нас были новые стандарты качества. Нас проверяли очень часто. Очень часто были проверки. Во многих местах нужна теперь открытая кухня. Так как у нас нет открытой кухни, у нас стоят камеры, которые транслируют, что происходит в кухне. Новые стандарты чистоты. И, конечно, все сотрудники должны сканировать QR-код при входе. Пандемия изменила не только правила в ресторане, но и жизнь Даулета. Он уже два года не видел родных. Китай до сих пор придерживается жестких мер въезда в страну. Поэтому долгосрочных планов молодой человек пока не строит и готовится к открытию нового ресторана в Пекине. В будущем намерен вернуться в Казахстан и, возможно, продолжить свое дело уже на родине. Матагос Сыргабаева, Владимир Грабарь, Хабар-24, Китай. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Берегите себя. Увидимся.